Меня зовут Гордеев Даниил. Я ученик школы номер 1474, 10 класса, с медицинским профилем. Мой проект называется «Спондилолистез и его влияние на здоровье человека». Этим проектом я решил заняться именно потому, что в прошлом я занимался профессионально большим теннисом, и в конце моей профессиональной карьеры у меня возникли проблемы со здоровьем, и именно из-за спондилолистеза мне пришлось завершить мою карьеру в большом спорте. «Спондилолистез» образовано от двух греческих слов «спондилос позвонок» и «алестезис соскальзывания». Проще говоря, это соскальзывание позвонка по отношению к нижележащему позвонку. Основная цель состоит в том, чтобы ознакомить слушателей и многих людей с этим малораспространенным среди широкой аудитории заболеванием, так как многие просто пренебрегают болями в спине, что может очень пагубно сказаться на их здоровье в будущем. Мой проект – это научное исследование, в первую очередь основанное на моем личном опыте, так как я прошел через множество врачей и множество обследований, услышал много разных мнений и решений данной проблемы. И на базе этих данных, найденных в интернете, я составил свою научную работу. Я бы хотел увеличить и даже дополнить свою практическую часть, используя группу людей с таким заболеванием, и показать, возможно, улучшение или ухудшение с помощью лечебно-физической культуры или тех же самых транспедикулярных конструкций. Я хочу отследить это и составить некую статистику. Люди всегда должны обращаться к медицинскому сотруднику при первых же звоночках тревожных, потому что многие люди злоупотребляют обезболивающими, что в будущем сказывается на их здоровье очень пагубным образом, что, естественно, очень плохо. Я бы хотел посоветовать сразу обратиться к врачу при первых же каких-то болевых ощущениях или неприятных ощущениях в организме. При высоком уровне современной медицины всего можно избежать, вовремя обратившись к специалисту. То есть со здоровьем у вас будет все прекрасно, если вы вовремя будете обращаться к врачу. В медицинский класс я поступил не просто так, так как в будущем мечтаю стать врачом. И медицинские классы дают огромную возможность развития медицины в России. В первую очередь это помогло мне выступить с моей научной работой на медицинской конференции. И я очень благодарен, что такие классы сейчас существуют, и это с каждым днем развивается все сильнее и сильнее. Редактор субтитров А.Семкин